Тернополь 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 Это очень большая честь. И этот песок так нас счастлив, когда мы его слышали от монахов, очень приятно. Вам нравится церковьи пески? Да, тоже. Мы спеваем в хоре, в церковном. Особенно в Сакарпатии? Да. А хотели бы спевать в Лавре? Да, очень. А что вы чувствуете за колесо? Мы чувствуем спокойствие. Мы с сестрой так свариваемся, а тут мы стали очень нежными, очень легко. Мы бы так все сюда приходили, чтобы все мали такое натхнение, как мы мали. При Австро-Венгрии, еще до того, как на начале столетия, в конце столетия, в Почаїв приходило с Галичины до 700 крестных ходов. Я не знаю, насколько это реально, но исторически такая справка есть. И причем, это был кордон между Галичиной, Австро-Венгрией и Российской империей. И люди даже через кордон прорывались до 700 крестных ходов. Мы каждый год ходим сюда на свято, и это уже традиция у нас. Такие в жизни моменты, когда приходишь, например, на день народжения или на свято, так, здаясь, стил ломиться, и люди, музыка греметь, и много танцев, и какие-то веселищи, а чувства свято на душі немало. Тут все неплохо, все просто, все, здаясь, заморене, здаясь, тут много людей. Но чувство свято на душі не покидает весь час, когда находишься на горі. В чувство такое, что этот час в тебе используется максимально. Сколько вы километров преодолели, чтобы казаться в Почаеве? Ну, мы ехали через Беларусь, я не могу точно сказать, больше 500. Больше 500? Может быть 600, где-то там, больше 500. В первый раз в Почаеве? Нет, мы каждый год почти приезжаем. Сколько лет подряд уже? Ну, я затрудняюсь ответить, потому что это моя родина, и мы стараемся каждый год на праздник к Божьей Матери приехать. Возможность. А едете только потому, что вы родом отсюда, или есть какие-то другие ощущения и причины ехать Почаеве? Ну, особенно на празднике, конечно, особые ощущения, и торжество, и благодать, конечно. Но и родина, как-то вот в Почаеве, наверное, по-особенному, в других лаврах, монастырях тоже очень красиво, благодатно, но здесь какое-то особое ощущение, может быть, что это родина моя, я с детства привыкла сюда ходить. Какое-то особое чувство, и каждый год вот мне хочется приехать сюда именно. Есть у вас какое-то любимое место на территории монастыря, куда вы возвращаетесь снова и снова, где вам особенно хорошо? Ну, наверное, я, может быть, не побоюсь сказать, что это Успенский собор, вот где мы все время стояли, я с бабушкой, с мамой в детстве. Вот это место для меня как-то особо дорого, возле Марии Магдалины, как-то вот приятно так вспомнить. Что вы чувствуете, когда вы наведаете себя до Почаевской рамы? Уже великий спокий, спокий, никаких торбот нема, переживаний нема, просто таких подпочин, они сгодятся, что-то спокий. Доброго дня, скажите, как зовут вас? Вика. Ина. А это ваши дети? Так. Илария и Устиняя. Настя. Катя и Артем. А где вы скажите? Почаев, живем в месту Почаеве. То вам достаточно близко ходить? Дуже близко. Мы в самом центре живем. Нам все очень нравится в Почаеве. Что, на ваш взгляд, Лавра означает для Почаеве? Ну, ребята, если бы не Лавра, то мы были бы как село. Невероятно. За рахунок туристов, за рахунок прихожан, приезжих. Процветает место. Мы из Беларуси, меня зовут Елена. Я тоже Елена. Я с шести лет езжу сюда в Почаеве. Меня привела эту любовь. Привела мама. Вот. И практически мы бываем тут в паломнический отдел Брестской партии. Мы ездим сюда каждый месяц. Каждый месяц сюда мы приезжаем. И паломники эту Почаев любят с удовольствием. И вы знаете, мы просто тут отдыхаем душой. Это наша радость, это наше счастье. Это наша та, которая, ну, как бы, она нас любит, Матерь Божья. Вот она нам дает то, что нам, как бы, ну, не хватает. Может, где-то в этой суете городской, может, в этом миру. И хотя, как бы, тут и службы долгие и все, но этой усталости просто не чувствовалось. Я приехала первый раз в 99-м году здесь. Я была совершенно неверующая. Вот. И пионеры я прошла, ну, в советское время. И когда приехала, вот, это... У меня не то, что мощь, там, красота. Еще не было этой всей красоты. Вот эта благодать, которая здесь есть, это Божья Матери, она коснулась сердца, понимаете. Вот оно осталось, и всегда этого хочется. Вот хочется душой. Благодать, душевный мир, покаяние. Нашим респондентам порой не хватало слов выразить то, что живет на уровне чувств. И как бы ни были схожи слова и ощущения в Синелавских храмов, каждый из тысяч паломников пришел сюда за своим собственным чудом. Я хочу всем пожелать мира, добра, чтобы Матерь Божья своим покровом хранила нас всех. Мы все братья, мы все друг друга любим. И чтобы обязательно... Это второй Иерусалим. И вот я хочу, чтобы каждый украинец, каждый побывал здесь. Это их семья родная. И Матерь Божья явилась здесь. Когда вы молились, что будете молиться, за что вы будете молиться? За здоровье мать, здоровье нас, мир на Украине. Такое происходит, что страшно. Просто подумайте, что рано можно ждать, а можно не встать. Что вы бы желали тем, кто не смог добраться до Лаурея? Чому сюда важно приездить? Важно. Важно приездить все за спокойно, за молитвою. И помолившись, вы чувствуете на души спокойно. И думаете, что с вами не станет те горе, яке могло бы статися, або с батьками. Вы так, как очищаетесь от всего, от плохого. И на лице вы чувствуете? Да, бываю. 340 лет назад образ Девы Марии явился над Почаевской горой, чтобы спасти монастырь от разорения поругания. По преданию, узрев чудо, огромное турецкое войско бежало в ужасе вспять. Сегодня враг вновь обступил в твердыню, угрожая, как и в древние времена, самому существованию православной обители. На этот раз это не турки. Имя врагу – невежество, алчность и грязные политтехнологии, сиющие ненависть внутри народа. Пользуясь военной истерией, некоторые политические силы хотят одним махом раздавить всех, кто не примкнул к их числу. Сломить тех, кто держится верой отцов вопреки пропаганде. Все более радикальные призывы отобрать лавру у православного монашества и церкви звучат от местных тернопольских депутатов и известных киевских деятелей. Отобрать и превратить ее в музей, в заповедник, отдать унеатам, киевскому патриархату, кому угодно, лишь бы вырвать из монастыря его православную душу. Но как к этому относятся подлинные духовные хозяева святыни, многочисленные прихожане, верой и жертвами которых монастырь расцвел и славится на весь мир, те, ради которых он существует? Депутаты областной ради Тернопольской мают такий намер перетворить лавру на заповедник чи музей, поблагодарить монахів и створить из него музей. Вы слышали такое? Да, такое слышали. Как вы ставите из такой идеи? Конечно, что это негативно. Мы считаем, что этого не нужно делать, потому что каждый человек имеет право на свободный вход на территорию лавры и молиться. Тут не нужно сделать какой-то музей или заповедник. Это очень плохо, потому что, во-первых, это должно быть молитва. Молитва спокоя и дарует то, что мы хотим. Мы просим у Бога, Бог нам это даёт. И, так вам скажу, музей поделился и пошел. Спокою не слышал, поделился и так далее. Тут ты пришел, помолился, поделился на других, почувствовал, как спевают монахи, уже легче стаять. Как вы вообще эта идея перетворить лавру на музей? Мы считаем, что храм должен быть храмом. Музей и музей. Больше ничего не менять, руками так будет. Мне кажется, это неправильно. Это не должно так быть. Потому что лавры – это место не туризма, а место паломничества, чтобы люди не заходили как в музей, а заходили именно кто хочет сюда помолиться. Для молитвы. А музеев у нас, мне кажется, в стране достаточно. Можно в другое место идти, в заповедник. Молиться как-то. Не следует этого делать, на мой взгляд. Это очень неверно. Детские голоса звучали в лавре все эти дни. Мы видели сотни детских лиц, и совсем маленьких, и осознанных, переживающих важность и торжество момента. Паломники прибывали сюда целыми семьями, передавая чувство благодати своим детям. В основном это были люди из окрестных городов и местечек, скромно одетые, искренне верующие. Так перед нашими глазами открывалось будущее Почаевской лавры. В прекрасном новопостроенном преображенском соборе новое поколение вместе с родителями внимало к красоте происходящего. Маленькие православные люди забирались повыше, чтобы рассмотреть службу алтаря, слушали пение братского хора, искали глазами своего предстоятеля, митрополита Киевского, и чудотворную икону Божьей Матери. Сливаясь в общие тысячи голос и молитве, а затем в масштабном крестном ходе, православные не только общались с Господом, но и воочию заявляли, мы есть, и пусть это видят и святые небеса, и грешные люди. Глядя на это людское море, не хотелось думать, что кто-то решится попрать чувства тысяч, решится отобрать их святыню. Да и вообще, плохие мысли не задерживались в голове, грудь сама собой наполнялась спокойной радостью и умиротворением. Такова уж атмосфера места. Каждый ищет и находит в стенах лавры свои смыслы. Но в этом году верующих объединяла одна самая важная молитва о мире и взаимной любви в Украине. Да услышите ее, Матерь Божья!